МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире очередной выпуск программы «Спортцентр ТВ» и я, ее ведущий, Сергей Волков. Сегодня у нас необычный гость. Первый мастер спорта по лыжным гонкам Самарской губернии. Человек, который почти три десятка лет возглавлял Федерацию лыжного спорта губернии. Заслуженный тренер России Владимир Медведев. Здравствуйте, Владимир Михайлович! Здравствуйте! Владимир Медведев. Первый мастер спорта Самарской области по лыжным гонкам. Заслуженный учитель РСФСР. Заслуженный тренер России. Родился 30 января 1933 года в Коми. После окончания ремесленного училища в Сыктывкаре работал мотористом. Лыжными гонками стал заниматься в рядах вооруженных сил СССР. В Свердловске в 1952 году. Норматив мастера спорта выполнил на зональных соревнованиях первой зимней спортакиады народов РСФСР в Зеленодольске, выступая за сборную Самарской области. В 1960 году закончил высшую школу тренеров в Ленинграде. С 1962 по 1975 год работал директором Куйбышевской Дюж-4 в поселке Управленческий. С 1979 по 1984 год директор областной школы высшего спортивного мастерства. С 1984 по 1988 год государственный тренер спорткомитета СССР по лыжным гонкам по Куйбышевской области. С 1960 по 1988 год возглавлял областную федерацию по лыжным гонкам. Долгие годы работал главным тренером сборной области. Подготовил трех мастеров спорта и двух мастеров спорта международного класса. Был депутатом райсовета Красноглинского района нескольких созывов. Организовал две гонки на приз Анатолия Александрийского и Красноглинскую лыжню. Основатель лыжной базы «Чайка» в поселке Управленческий. Судья республиканской категории по лыжным гонкам. Награжден почетными знаками «Отличника народного просвещения» и «Отличника физической культуры». Медалью за трудовую доблесть. Памятной медалью к столетию Ленина. Медалью «Ветеран труда». Воспитал сына и дочь. Сегодня прекрасный мартовский денек. Вам не кажется? Очень прекрасный. Вы знаете, я всегда, когда приезжаю сюда, на лыжную базу «Чайка», где мы снимаем передачу, в эти дни, вы знаете, так хорошо здесь дышится. Так вольно, так прекрасная обстановка. Лыжня хорошая. Мартовская лыжня, она всегда хорошая? Утрамбованная. Утрамбованная. И очень скоростная, кстати. Очень скоростная, да. И не случайно вот все большие гонки, они проходят именно в это время. Потому что очень приятно. Да и массовые гонки тоже собирают здесь толпу народа. В марте месяца, да. Сегодня наш разговор пойдет именно, начнем, пожалуй, с лыжной базы «Чайки». Потому что сегодня это главное, на сегодня это главный лыжный стадион губернии. Все основные мероприятия, посвященные лыжному спорту, проходят именно здесь, вот на этих лыжных трассах. И здесь, я уже подчеркивал, Соколих гор и начинается Олимпийская лыжня. Вот остается ровный год до Пхенчана 2018. Даже меньше года уже осталось. Вот. И, наверное, все-таки мы надеемся, что Самара все-таки даст олимпийцев. Все Олимпийские игры проходили в присутствии, или, как можно сказать, были членами Олимпийской команды «Самарские лыжники». Ну, не все, допустим. Все-таки, но... Ну, многие, да, это, начиная с Аквилевой и других, очень многие были, с Хладневой и так далее. Но последнее время... Кстати, хочу заметить, кто первый проложил Олимпийскую лыжню. И Ираида Суслова, Аквилева, вы говорите. Да, Суслова Аквилева. В 1970-е годы? В 1980-м году. В 1980-м году, да. В 1980-м году. Вот с нее начинается отсчет лыжного олимпийского движения. Да. В эти годы очень здорово выступала, конечно, Ираида. Она была призером чемпиона Советского Союза. И Толя Иванов. Но Толя Иванов в команду не попал. Взяли только Ираиду. И поставили на одну из лыжных гонок. Она занялась в седьмое место. После этого, этой большого успеха, у нас еще были, конечно, лыжники хорошие. Это Толя Иванов. Чемпион Европы и чемпион мира среди юниоров. Он и на Союзе отмечался. Был призером первенца Советского Союза на длинные дистанции. Но на Олимпийские игры не попал. А давайте почитаем, сколько у нас было от олимпийцев. Значит, начинается. Возьмета Ираида Суслова-Аквилева. Затем был лыжник из Толятия Алексеев. Алексеев был, да, один год. 90, если я не ошибаюсь, 94. Можно их перечислить, конечно, многих. В 98 году в японском Нагана было два представителя. Григорий Меньшинин и Ирина Складнева. И в 2008 году Екатерина Чуйкова. Последние трое, они, да, были участниками Олимпийских игр, но не бежали. Не участвовали, да. Они были как бы запасные. Запасные. И так вот получается, что у нас, в общем-то, одна Ираида Суслова-то в историю вошла как человек в участие. Нет, зачем же участвовал Меньшинин. На дистанции Меньшинин все участвовал, но он сошел с дистанции. Сломал лыжу. Да, упал и сломал лыжу. Это было в 98 году в Наганде. Это было в 98 году. Сейчас Меньшинин, между прочим, работает со сборной командой России, женской командой. Ну, довольно-таки неудачно, потому что на последних соревнованиях, на Кубке мира, на Чемпионате мира, наши женщины очень слабо выступают. Мужчины отмечаются в призерах. Это очень хорошо. За них радостно. А женскую сборную в этом году, наверное, многие будут переставлены. То есть придут новые люди. В межсезонье у нас в Самаре появился Валерий Гонтарь, четырехкратный призер недавней зимней универсиада в Алма-Ате. Два золота, два серебра. Такого выдающегося успеха. У нас не было, по-моему, истории в Брюсбурге. Не было еще такого, да. Ну, вот мы очень надеемся, что этот парень пробьется в Пхенчан. Как вы думаете, вот наши трассы на чайке здесь помогут ему? Наши трассы немножко слабоваты для подготовки к Чемпионату мира, но он будет входить в сборную команду России. И, видимо, эта подготовка будет соответствовать. Мы надеемся, общественность очень надеется, что, наконец-то, наш товарищ пробьется в сборную команду. В последнее время, между прочим, в сборной команды России часто слышатся города Саратов, Мордовия и так далее. Горький, а Самарская область не блещет. Ну, молодежь подходит. Но, видимо, надо условия еще лучше создавать для того, чтобы поднять мастерство. Ну, вот для этого в Самаре и создали спортивный центр подготовки. Можно назвать его немножко по-советски. Центр олимпийской подготовки. Они раньше цоры такие и были в Советском Союзе. Потом немножко как бы отошли от этой системы и опять к ней вернулись. Потому что все-таки, наверное, система подготовки и управления спортом, наверное, одна из самых лучших. Правда? Безусловно, потому что является как базовой, как фундаментальной. И поэтому оттуда выходят подготовленные спортсмены. И вообще мужская команда сборной России довольно-таки в этом году успешно выступала. Призовые места, первые места. Это радует, это радует. Но женщины очень плохо выступали. А в Самарской области даже в этой плохой команде не представлено. Нам, конечно, надо федерации лыжного спорта, тренерскому составу. Надо, конечно, очень много работать, чтобы попасть туда. Мало того, чтобы попасть в сборную команду России, но еще и выступать на международных соревнованиях. Наверное, для этого нужно многое чего. Наверное, здесь и достойное финансирование, наверное, и экипировка, и прочее-прочее. И общее развитие лыжного спорта. Общее, слагаемое на это, наверное, вы. Но, наверное, радует то, что все равно появилась организация, которая берет под себя, под свое крыло перспективных ребят. Кстати, я хочу заметить, что в свое время вы возглавляли школу высшего спортивного мастерства. Раньше на всю губернию, на всю область Куйбышевскую была одна школа высшего спортивного мастерства. Одна, действительно, да. И отделение было лыжного спорта, где работало три человека. Три тренера в школе работало. А сейчас в школе, я не знаю, в Олимпийской сколько работает, но я знаю только один человек. Ну, тренер Гонтария. Тренер это... Я не знаю, сборная это находится ли в этой школе или нет. Но старший тренер области, Елесенков Александр, пока числится там один. Будут ли расширять этот штат? Надо расширять, потому что по зимние виды спорта нельзя сдавать позиции. Позиции были хорошие в Самарской области. Как по лыжам, как по конькам, как по горнолыжному спорту. У нас и в горнолыжном спорте были из моей спортивной школы, номер 4, Горано, вышли два чемпиона Советского Союза. Это Семенов и еще один товарищ. Вот. Но они остались в Алмате. Это вы вспоминаете сейчас свою трудовую деятельность здесь, в поселке Управленческий. Здесь буквально, наверное, метров 500 от того места, где мы стоим, находится ваша школа, где вы работали директором школы. 15 лет отработал директором школы, а потом меня перевели в областную школу, областную ШВСМ. Старшим тренером области. По лыжным гонкам. По лыжным гонкам. Это какой был год, Владимир Михайлович? Это был 75-й год. И вот с 75-го года нам удалось с группой тренеров создать хорошую сборную команду. Куда я входил, и Аквилева, от кого вы вспомнили, и Иванов, Лопатин, не могу не вспомнить, такой хороший был гонщик. Владимир Лопатин. Владимир Лопатин. Он до сих пор бегает. Несмотря на то, что ему лет 70. Да, да, да. Он до сих пор бегает. Копленков. Сергей. Сергей Копленков. Вот вы и здесь. Это два тольятинских парня, кстати. Да, Сергей Семенович, вы молодец. Спасибо тебе за память лыжную. Хорошо помню. А у нас была тогда прекрасная лыжная сборная, которая наделала фурот в начале 80-х годов. Мы тогда были третьи на зимней спартакиаде народов СССР. Да. Кемерово, по-моему, в Красноярске отметились в призах. Пятыми. И тогда Куйбышевская область на равных боролась. С кем? С Москвой, с Ленинградом, Свердловская область, Московская область. И мы были пятыми на спартакиаде народов СССР. Это было в Красноярске в 82-м году. Это достижение? Это большое достижение. Мы стремимся. 30 лет последних, наверное, и все никак не можем достичь этого же результата. За два года до этого мы были чемпионами России. Здесь проходили на лыжной базе «Динамо» чемпионат России. Мы были чемпионами. И второе, мы были призерами в Ярославле. Вторыми были и третьими были, ну, по годам. И третьими были в Казани. Это уже в начале 90-х годов. Да, да, да. А все это – результат плодотворной работы тренерского коллектива и школы высшего спортивного мастерства в начале 70-х годов. Правда, вот это поколение лыжников, которое вы вели. А директором школы ШВСМ когда вы стали? В 79-м году мы были призерами уже России, стали. И мне предложили быть директором высшего школы спортивного мастерства номер один. А она была единственная? Единственная, она была единственная. Это потом уже появились, да? Да, я получил заслуженный тренер России. Один из всех. Вот как раз за результат. За результат этот. И я пять лет потом был директором высшего школы спортивного мастерства. И довольно-таки все равно выступали очень удачно. Ну, то есть, ниже третьего, пятого места в России мы не спускались, не опускались. Владимир Михайлович, а вот потом уже следующее ШВСМ, два, три, отпочковались из вот этой вот общей ШВСМ, как бы главной ШВСМ-1, да? Плавание при мне ушло. Ушло плавание отдельным центром. И велоспорт. Велоспорт ШВСМ образовалась своя. В Тольятти образовалась ШВСМ. По велоспорту возглавил Борис Шухов, олимпийский чемпион, бывший директор школы ШВСМ номер один. То есть, до 79-го года директором ШВСМ был олимпийский чемпион по велоспорту, заслуженный мастер спорта Борис Шухов. Я достойно вел это дело. Он до сих пор приезжает к нам на соревнования. И мы радостно встречаемся, и он радуется за те успехи, которые приходят. Но жалко, что мы стали очень слабо выступать на России. Очень жалко. Мы сейчас не попадаем даже в двадцатку. Я имею в виду взрослым спортом. Мужчинами и женщинами. Взрослой сборной команды, и женской, и мужской. Еще могу сказать, что... То есть, по командам в командном зачете? В общем, в командном зачете. В общем, команда среди взрослых. Юниорами и юношами. По-моему, где-то пятнадцатыми входим все же в двадцатку. А взрослыми даже не попадаем. Это очень плохо. То, что было традиционно хорошо, надо развивать и... Поддерживать. Поддерживать и увеличивать. Владимир Михайлович, вам уже какой десяток-то идет уже? Да, я уже на пенсии ровно 25 лет. Вы до сих пор катаетесь на лыжах, нет? Редко, редко. Редко. Но на лыжи, на соревнования, а особенно областные, вот еще гонки памяти бывают, я прихожу обязательно и участвую в них, как... Почетный гость. Почетный гость. И при награждении там и так далее, и так далее. Всегда. Это же моя обязанность. Владимир Михайлович, вот здесь вот я видел на лыжной базе Чаки вот такой огромный стенд, посвященный лыжникам всех поколений, и там вы почетный президент... Почетный президент областной лыжной федерации. Да, я первый мастер спорта. 28 лет возглавлял областную федерацию лыжного спорта. И вот именно в последние годы все же мы достигли небольших... Ну, ниже 10-е место мы не были. Сейчас очень обидно за то, что так слабо стали выступать лыжники. Владимир Михайлович, а вот расскажите, а где вы выполнили мастер спорта? Мастер спорта выполнил я в городе Казани, на второй спартакеаде народа СССР. Это зональная соревнования? Зональная соревнования. Да, но были регионы увеличены. То есть по Волжье и плюс еще Урал. До Кукин мастер спорта выступали, Свердловска там выступали и Урал. Очень сильная зона была. Да, мне удалось там занять третье место. На десятке? Нет, на тридцатке. И что позволило мне... Не позволило, а являлась норматива мастер спорта. И в то же время, первый год в это время стало временной норматив мастера спорта. Раньше было по местам в России, по зонам, по России. А это я выполнил и по временам, и по занятым местам. Ну вот там же на зональных соревнованиях, там еще одна кубишская лыжница выполнила на мастерские нормативы. Да, очень вовремя это вспомнил. Напомните, пожалуйста. Валентина Иванова, она была инженер авиационного завода. И, между прочим, ей в этот год даже ее наградили орденом Трудового Красного Знамени. А вот при каких обстоятельствах вам вручили вот этот мастерский значок? Первый значок вручал мне ректор института Лесговта. Ему в Москве передали этот значок в отделе кадров, и он пришел, и мне при моих студентах, на моих товарищах, преподавателях, и вручил. Было очень торжественно, очень почетно. Ну и я два года отучился в этой школе тренера. То есть домой к семье, домой в семье вы вернулись уже мастером спорта? Да, мастер. Ну и да, со значком. Тут меня встречали. Я помню, как Миша Беляев, Михаил Беляев, Безводин и еще там другие ребята пришли. Когда я приезжал, я сообщил, что я приеду. Встречались с моей семьей. А уже у меня была дочка здесь. Куда приехал, я по окончанию школы, я дал согласие работать старшим тренером спортивной школы номер 4, которая вот сейчас... Это как раз в управленческой, про которую вы говорите. Школа, которая... Через два года я ее возглавил. Через полтора даже года возглавил ее. Сколько поработали директором? Я 14 лет поработал директором, один год тренер работал. И школа очень здорово развивалась. И тоже мы выезжали на российские соревнования, на министерские, министерство просвещения каждый год. Но дальше седьмого места мы не были. А вы же стали еще и имеете звание народного учителя? Или заслуженного учителя? Заслуженного учителя. Учителя России. Ну это как раз вот за эти заслуги, да? За эти заслуги, да. Что ваши школьники здесь, с нашей управой... Да, да, да. С управой были. Были лучшие в России? Мои ученики не только были лучшими, они даже в производстве были лучшими. До сих пор работают еще начальниками отделов на авиационном заводе, на моторном заводе. А вот мне кажется, вообще здесь вот в управленческом, мне кажется, вот основная масса жителей, она вся вот здесь. Здесь их все можно встретить. Потому что очень удобное месторасположение рядом с поселком. И вот они все здесь. Между прочим, вот на этой Волжской коммуне ко мне подошли двое муж и женой, которые... А жена занималась у меня. Это на традиционных соревнованиях Волжской коммуны, которым исполнилось в этом году 76 лет. Эх, 76 лет. Уже такой почтенный возраст. А в каком-то году, в каком же году, в 81-м или 82-м, я был победителем Волжской коммуны. Нет, не в 81-м. Это было в 60-м. В 61-м году, правильно. Сергей, ты молодец, ты помнишь хорошо. Но самое главное, что я получил... То есть я там, вернувшись из Ленинграда, вы еще выступали активно? Да. Выступал. Еще года 3-4 выступал. Выиграли массовую гонку в Волжскую коммуну. В коммуну, да. В городе, в первенство области выиграли и так далее. Ну, мастер спорта и так далее. А потом уже стали присваивать мастеров спорта в Самаре. Тогда уже здесь получили Александра Овцынов, Александра Щурины получили. Братья Щурины. Братья Щурины даже. От них нужно тоже сказать. Они тоже внесли большой вклад, особенно Валентина, в развитие лыжного спорта. Правда, что у вас рассказывают лыжники со стажем, что у вас было прозвище здесь солдат? Это солдат. Это тогда, когда я приехал в 55-м году сюда. С Свердловска служил. Я в Свердловске тоже был в команде округа сборной и вооруженных сил. Я еще являюсь чемпионом вооруженных сил по патрулю. Тогда был патруль. Военный патруль. Он военный, не военный. Значит, винтовка длинная, мешок песка, шапка обязательно навешал. И четыре человека шли. И также четыре рубежа стреляли. Вот недавно в Сочи, кстати, между прочим, были всемирно-игрывые наслужащие. И вот там гонка была патрулей. Патрулей, да. Ну вот после этого, я выиграл последний год в 55-м году и уже демилизовался, сюда приехал. Но здесь патруля никогда не было. Но гонщики все равно в Самаре были хорошие. Ну вот видите, вы рассказываете целую историю советского лыжного спорта. А вот еще одна существует такая байка, версия, называется «Как хотите». Благодаря вам и появился вот этот вот лыжный стадион «Чайка». Расскажите вот эту историю. Я был директором спортивной школы здесь. Вот она сейчас. Номер четыре. Номер четыре. Она Горано. Она влечет существование сейчас. Даже там отделений нет. Открыли почему-то ориентирование. Может быть и надо, но сами лыжные гонки. У меня было 20 тренеров в школе. 500 учащихся было. Тогда вот сейчас группа набирается за счет мастерства. А тогда не имело мастерства, но 15 человек в каждой группе должен быть. Принимали всех желающих? Ну желательно лучших. То есть отбор был еще? Отбор тоже был. Тоже был, да? Да, конечно. Ну проводились же очень много соревнований. Даже первенство завода проводилось очень хорошо. А первенство района это вообще был праздник. Красноглинский районный праздник. Между прочим, его сейчас будут проводить в среду. Уже позвонили мне. Здесь, на этих трассах? Нет, нет, нет. Прямо на стадионе. На стадионе и в парке. То есть там будет спринтерская гонка. Спринтерская гонка, но будут участвовать только дети. Раньше тоже начинали с детей. А потом перерасовывал большой праздник. Но сейчас стали опять возвращаться к тому, что только дети участвуют. Даже в школьное, учебное время. В среду. Кстати, между прочим. Каникулы, наверное. Ну, наверное, каникулы, да. Все-таки, кому первому пришла идея создать здесь лыжный комплекс? Здесь нужно отметить, конечно, это Анатолий Иванович Токарев. Нужно вспомнить нашего бывшего председателя облспорткомитета. Они приехали ко мне домой. Я был председателем федерации. Стали советоваться со мной. Я их повез на Горелый хутор. Там, где раньше был спортивный клуб армии. Где проводились областные соревнования. Ну, это тоже недалеко. Недалеко. И там рельеф очень хороший. Но им не то, что не понравилось. Там сосновый лес. Это участок небольшой был. Все было хорошо. Покажи еще. Я потом еще дачу Успенского здесь вот рядом тоже показал. Тоже хороший. Там свободно было. Там домик и два было. И вот это место. А речь шла о создании лыжного стадиона. Городского, да? Общегородского. Речь шла о строительстве лыжной базы. Современной лыжной базы. Современной лыжной базы. И показал это место. Здесь и картофельное поле было, и деревьям было заросло и так далее. И решили они здесь строить. Я был против того, потому что так как гор здесь все же далековато. Но зато близко к дороге. Вот от этого они это решили. То есть построили вот эту базу. Она сейчас, правда, реконструированная. А сейчас очень раскроет. А в каком году лыжные примерно построили? Вот первоначальные. В 70-м году. В 70-м году? В начале, наверное, 75-й. 70-й, 71-й, 72-й. Тут съемки проводились, изыскания проводились и так далее. Правда, болотистое место здесь было, но построили вот здесь. Конечно, она выручает очень город. Потому что те лыжные базы, которые раньше использовались, это трудовые резервы, авиационного института, политехническое и так далее, они стали закрываться. И все соревнования, и все лыжники приезжают сюда. Во-первых, конечно, не так далеко. Первый автобус, 50-й автобус ходит. На машине доехать хорошо, сейчас подъезды, пути подъездные хорошие. И нравится народу в субботу, в воскресенье бывает очень-очень много. Вам нравится вообще после реконструкции, как все здесь поменялось? Надеюсь, в лучшую сторону. И здесь удобнее, и современная база. Какая-то новая жизнь какая-то здесь на базе. То есть ей уже полвека, между прочим. Скоро будет полвека, дай бог. Но что-то не растут мастера пока отсюда. Но, но, одну деталь могу подчеркнуть, шлагбаум поставили. Вот этого бы не надо делать. Свобода. Может быть, больше расширить площадку, чтобы побольше машин заезжало, больше народу приходилось. Сейчас же транспорт у каждого у всех есть. Шлагбаум можно было бы убрать. Владимир Михайлович, а вот здесь вот буквально километра, наверное, два, да, вниз, под горку. И лыжня приведет к лыжной базе «Динамо». Да. Лыжная база «Динамо» – это был форпост тогда, до «Чайки», где проходили соревнования. И где лыжные трассы, как уверяли мэтры советского лыжного спорта, были одни из лучших в России. Да. Не случайно поэтому провели здесь чемпионат России. Здесь бежали Нина Рочева, Сметанина, Раиса Сметанина и так далее, и так далее. То есть все звезды советского лыжного спорта, они были здесь, в Соколих горах. Это было, нам дали такую честь. Я хочу сказать, провели на высоком уровне, хорошо. Нам оценку дали хорошую. Но в последнее время не стали нам доверять, не проводят. Ну, потому что лыжная база «Динамо» превратилась, я даже не знаю, трассы заросли, лыжная база превратилась просто в сарай, грубо говоря. Сарай, да, да. И поэтому… А возможности-то какие колоссальные? Очень большие. В плане у них тоже было строительство лыжной базы, хорошие базы. Вот. Фундамент поставили, но на том и остановились. Трассы, между прочим, вырубали новые, хорошие. А потом не стали проводить. «Динамо», конечно, здесь сыграло злую шутку в лыжном спорте. Наверное, новые времена пришли, и в спорте нужны какие-то новые формы уже приобщения. Вот, так сказать, программа даже лыжного спорта, она тоже меняется. Появились различные варианты дистанции, появились. Но все это, конечно, на зрелищность влияет, в первую очередь. Конечно же, влияет на интерес. Вот, я знаю, что раньше, еще в 60-е годы, была идея провести лыжные гонки на площади Куйбышева. Вот вы как относитесь к этой идее? Идея очень хорошая, и во многих городах, особенно за рубежом, если вы смотрели последний чемпионат мира, ведь прям по городу проводится-то, прям по городу, от короткой дистанции и так далее. Ну, на площади Куйбышева я тоже когда-то предлагал, и приезжал к нам государственный тренер Наумов. Можно было бы провести в то времена, но сейчас нет. Там же поставлены ларьки, поставлены, заставлена площадь, заставленная. То есть, да и проводятся там мероприятия свои, елку ставят там и так далее, долго ее не убирают. Я считаю, что, конечно, сейчас не резон проводить там. Надо осваивать как можно больше лыжную базу «Чайка» и «Динамо». «Динамо» ни в коем случае, я обращаюсь к руководству «Динамо», надо развивать лыжный спорт, потому что каждый военнослужащий, полицейский, должен уметь ходить на лыжах. Это дает хорошее физическое воспитание. А вы знаете, вот ваш последователь, мастер спорта Виктор Ольховский, вот недавно мы были с вами на гонке, а он говорил о том, что, в принципе, на площади можно провести, было бы желание. Но было бы как? Ведь скоротечная гонка, она проходит всего 2-3 часа. Пушки, которыми можно насыпать снег, делать общий старт и так далее. И это было бы зрелищно. Вот это была бы пропаганда как раз лыжного спорта. Если считать, что лыжный спорт сейчас немножко у нас затухает, потому что на первенстве области даже говорят, что 10 мужчин взрослых только участвовало. А у нас участвовало по 500 человек на области, не говоря уже о Волгской коммуне, которая до 15 тысяч доходила. Конечно, пропагандировать надо. Но я не знаю, это большой, наверное, труд. Сейчас, наверное, никто не возьмется. Ольховский мог бы, конечно, потому что он сам был членом сборной команды области и на лыжах ходил. Кто будет председателем городского комитета? Посмотрим. Ну, я думаю, что здесь, наверное, просто нужна группа единомышленников, социальных людей. Федерация. Ну, нет, у нас невозможно, Владимир Михайлович. Я знаю, да. У вас можно сделать все, что угодно. Ведь было бы только возможности, а возможности эти, наверное, у нас есть. Есть. Это все зависит от руководства города, от руководства области федерации и, конечно, от самих тренеров. Потому что это очень интересная идея, которую ты подсказал. Во многих городах и вечерние гонки проводятся в центре города. Я имею в виду европейские. В Москве, в парке Горького. Да, да, европейские. В Москве в парке Горького. И в Москве в парке Горького проводят. Хоккей проводится на Красной площади. Да. Мы знаем массу вариантов. Баскетбол. Да. Но что же мы разводим руками и не можем сделать у себя-то город действительно европейского уровня. Тем более у нас площадь-то самая большая площадь в Европе. В Европе, да. Ну, судить, как говорят, судить не нам. А вот если руководство будет поддерживать, если активное руководство федерации области будет настаивать, я считаю, что можно провести. Можно очень хорошо и очень наглядно. И очень пропаганда будет большая в занятии лыжного спорта. На лыжном спорте, конечно, сейчас занимаются много ветераны. Почему-то молодежь. Я еще подчеркну, почему сейчас лыжный спорт немножко... В школах мало кто ведет. Сейчас в школах нет лыж. Я посетил несколько школ с лекциями и так далее. Ну, конечно, меня всегда интересовало лыжи. Из пяти семей школ я только в одной школе советского района видел хорошую лыжную базу, в которой стояли лыжи и которую, видимо, сам преподаватель. Хотя футболист, преподаватель физвоспитания проводит лыжную подготовку, а остальные почти не проводят. Вот если бы вы были министром спорта Самарской губернии, вот что бы сейчас вы сделали в первую очередь для развития лыжного спорта в губернии? Первое, конечно, я бы... Ну, как я и говорил, эту лыжную базу «Динамо» нужно настроить на рабочий лад, потому что только горы могут быть помощниками в развитии лыжного спорта. Потому что выезжая на соревнования... Соколи горы. Соколи горы, да. Это наши Соколи горы. Потому что мы там начинали, мы выиграли Россию, были призерами и тренировались только на Соколи горах. А это равнино нас, конечно, не устроит. Для массового спорта – хорошо. Для подготовки высшего спортивного матерства – только надо там. Второе. Конечно, в школьной программе везде предусмотрена лыжная подготовка. Я больше чего уверен, если проверять начать, в большинстве школ лыжи не ведутся. Третье, конечно, это улучшение работы детской спортивной школы. Нужно отдать должность Тольятти. Это было самое лучшее. Она даже Россию выиграла детская спортивная школа. Тольятти, Горано. Выиграла первенство России. Была лучшей. Была лучшей в России. А сейчас она, не знаю, попадает она в десятку или нет. На ВАЗе школа такая была. На ВАЗе тоже детская спортивная школа была. А сейчас этой школы нету. Четвертая спортивная школа тоже, когда я работал, и после еще, она каждый раз выезжала на первенство. Ее вызывали на первенство России среди юношей. Сейчас она никуда не попадает. И сейчас, по-моему, из 25 тренеров осталось 3 тренера по лыжам. Ну, разве можно так школу доводить до такого безобразия, если можно так сказать. Но как на это смотрят городские власти, районные власти, это уже их дело, конечно. Надо, конечно, подтянуть. Владимир Михайлович, еще мы говорим о различных формах привлечения к лыжному спорту. Наверное, все-таки времена меняются. То, что было там 30 лет, может быть, здесь не срабатывает уже сегодня. Ну, вот Николай Пронин. Ваш тоже один, можно сказать, из подвижников, воспитанник. Тоже государственный тренер спорткомитета СССР по лыжным гонкам. Вот он придумал лет 10 назад прекрасную гонку по Царевку-Ургану. Как вы к этому относитесь? Вы знаете, она уже проводится 15, да, ровно 15 лет тому назад проводится. И два года она не проводилась. Батюшка запрещал. Но сейчас новый батюшка, сын его пришел. Возобновилась гонка. Но эта гонка очень интересная. Перспективная, как вы думаете? Она очень интересная. Она может вот тоже так громко заявить о себе вот и в стране, и может быть, даже в Европе? Ну, нет, нет, нет. Рельф позволяет Царевку-Ургану? Мы сколько раз, да, рельф позволяет. Финансирование даже позволяет. Но сколько раз не обращались мы, чтобы ее расширить на уровень. Надо же, какая-то чья-то поддержка. А поддержки не было. Наверное, вот только это. Но я хочу сказать, что гонка соответствует интересам развития лыжного спорта. Когда проводили мы Кростоглинский праздник лыжного спорта, ко мне последний год приехало 7 команд городов и республик Поволжья. Это мы всегда проводили в последних числах марта. В этом году тоже проводятся эти соревнования. Вот меня уже я приглашен на эти соревнования, но их проводят только среди школьников и такого среднего возраста. Почему-то тут надо, видимо, власть применить, обязаловку какую-то организовать. Я не знаю, как сейчас это поднять, но я считаю, что где-то нужно просто в приказном порядке. Очень интересные соревнования, по парку проходят, призы всегда выделяются. То есть все проходят они компактно? Современные соревнования должны проходить компактно? Да, час-полтора там и проходят, но всегда болельщиков много было. Ну и правда на наших соревнованиях здесь тоже приходят болельщики. Я вам скажу, что на последних соревнованиях Школской коммуны все же зрителей было много. Ну и если вспомнить еще Лыжню России, которая проходит в середине февраля, то здесь вообще просто такая огромная масса народа, что пройти яблоко некуда упасть. Сережа, ну нужно сказать, что вот Лыжняя Россия, она очень здорово, конечно, популярна. Не только популярна, а она обязательно. Ее даже проводят как бы традиционно в феврале месяце и обязательно во всех городах. Только мы с Тольятти проводим сегодня здесь, а они на следующий день проводят. Но я хочу сказать, что участвует взрослых очень мало, участвуют дети, дети, дети. Это тоже может быть маленькая показуха, но я хочу сказать, что может быть это и прививает к лыжному спорту, но надо добиваться того, чтобы в этих соревнованиях и в других соревнованиях областных, городских и так далее участвовали взрослые команды. Это же такой подъем был. А сейчас ни студенты, ни один институт не выступает, кроме политехнического института. Стало немножко падать вот этот командный дух. А командный дух это всегда, как это же, вел вперед. Владимир Николаевич, а вот еще раз вспомним о предстоящей Олимпиаде в корейском городе Пхенчан в 2018 году. Я думаю, что это будет проходить как раз в канун вашего 85-летия. Где будете болеть, переживать за наших сборников, за наших олимпийцев, надеемся и самарских тоже. Сейчас не знаю, где я буду, но я бы пожелал нашим олимпийцам хороших успехов, чтобы медали получали. А то мужчины еще более-менее борются, а женщины в двадцатку не попадают. Тут последние соревнования были в Финляндии. В двадцатку не попали наши девочки. Ну что это такое? Хотя тренером, один из тренеров по женской команде работает наш товарищ. Григорий Меньшень. Григорий Меньшень. То есть вы можете до сих пор показать сейчас двушажный, попеременный ход запросто? Конечно могу, но это уже неинтересно. Сейчас все же преимущество, преимущество взял коньковый ход. Коньковый ход, он конечно и быстрый, и распространенный. Поэтому показывать, как ходят сейчас престарелые медведи, это наверное уже будет неинтересно. А всем лыжникам я желаю, всем нашему населению, прекрасному городу Самары, желаю всем вставать на лыжи. Только лыжи, зимой, воздух, лес, природа, все на лыжи. Ну что ж, мы желаем вам, Владимир Михайлович, больше оптимизма, больше здоровья. Спасибо. И долгих лет жизни. Это был первый мастер спорта по лыжным гонкам Самарской области, Владимир Михайлович Медведев. Мы прощаемся с вами, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова